За подписью главы государства вышло постановление о мерах комплексного социально-экономического развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. Утверждена и соответствующая программа. Поставлена цель в ближайшие три года построить и отремонтировать 856 километров автомобильных дорог, довести уровень обеспеченности региона питьевой водой до 70%. Будут возведены доступные многоквартирные дома. А в целях повышения инвестиционной привлекательности региона новым предприятиям предоставляется ряд налоговых льгот. Что скрывать? Каракалпакстан ввиду нерациональной экономической политики на протяжении десятилетий стал заложником масштабной экологической катастрофы, когда на глазах одного поколения практически исчезло Аральское море-озеро, когда по цепочке развалились целые отрасли, встали предприятия, что в свою очередь негативно сказалось на социальном развитии, а уровень жизни снижался в геометрической прогрессии. Глава государства постоянно держит вопросы, связанные с регионом в орбите приоритетных интересов страны. В рамках исполнения протокола расширенного заседания от 2 октября разработано постановление о мерах комплексного социально-экономического развития республики Каракалпакстан на 2020 и 2023 годы, которые подписал президент. Это эксклюзивный документ стратегического характера, принято впервые у нас в республике. Цифры говорят сами за себя. Отражены 1359 конкретных проектов на общую сумму 12 триллионов 300 миллиардов сумм, а также инвестиции на общую сумму более 525 миллионов долларов. Это говорит само по себе, что комплексное развитие этого региона, где определены конкретные направления деятельности, развития экономики, социального развития, при четкой конкретной реализации и адресной реализации, обеспечат улучшение жизни населения этого региона, повысить на один уровень, на более-более высокий уровень социально-экономический статус этого региона. Это комплексный документ, который пока что не имеет аналога. После посещения президентом нашего региона в октябре этого года во всех районах, городах, населенных пунктах была изучена ситуация с социально-экономическим развитием. Проведены встречи с населением и предпринимателями. После комплексного тщательного изучения состояния всех сфер и был разработан данный документ, который в первую очередь направлен на улучшение жизни людей. Утверждается соответствующая программа, в которой отражены все аспекты развития от предпринимательства до решения ключевых и назревших проблем. Документом географически определены точки роста, своего рода драйверы, за которыми закрепляются конкретные министерства, ведомства и финансовые институты. Определены целевые показатели создания новых рабочих мест в городах и районах Каракалпакстана с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Это 17 направлений, согласно которым до 2022 года будет создано более 45 тысяч новых рабочих мест. В наличии перечень из почти 1400 инвестпроектов, а до 2025 года с привлечением средств международных финансовых институтов будет реализовано 16 крупных проектов на более чем 800 миллионов долларов и 20 наиболее перспективных проектов на 1 миллиард 327 миллионов долларов. Большие инвестиционные проекты заложены в реализации этой программы именно из-за рубежа. И в этом отношении мы должны обязательно учитывать международные институты и также зарубежные наши партнеры, которые имеют возможность осуществлять инвестиционные проекты в этот регион. Был создан в 2018 году многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приорале при Организации Объединенных Наций. И эти инвестиции, и эти средства мы должны обязательно адресно направлять для реализации этих проектов. Что касается инженерно-транспортных коммуникаций, то по ним имеется адресный список, что, где и когда будет возведено. 25 автодорожных объектов на 2,4 триллиона суммах. 91 объект сетей обеспечены питьевой водой на 2,9 триллиона суммах. 6 объектов канализации на более чем 2 триллиона суммах. А также объекты теплоснажжения, газа и электросети. Кроме этого, предусматривается реализация четырех крупных проектов с участием международных финансовых институтов. Это Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. После реализации которых в Республике Каракал-Пакистан обеспечение централизованного водоснабжения увеличится более на 70%. Будет построено более 2,5 тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Будет реконструировано 4 очистных сооружения канализации. Это Нукуси, Тахиаташи, Беруни и Бустани. Кроме этого, будет построено и реконструировано более 500 километров сетей канализации. Относительно социальной сферы, до 2023 года на строительство, реконструкцию и капремонт 96 объектов дошкольного образования будет выделено 360 миллиардов. На 108 объектов народного образования – 372 миллиарда. На 21 объект культуры – 73 миллиарда. 32 объекта здравоохранения – 206 миллиардов сумм. 39 спортшкол станут центрами преображения, и на эти цели выделяется 128 миллиардов сумм. Утверждена еще и программа социально-экономического развития районов с низким уровнем развития, где конкретно обозначены мероприятия и суммы, выделяемые на это. Планируется создать 5 кластеров хлопко-текстильного направления, 2 кластера по переработке овощей и фруктов и 2 кластера по переработке кунжута. До 1 января 2024 года предоставляется целый пакет налоговых льгот для создаваемых субъектов предпринимательства в районах, обозначенных как точка роста, и в районах с низким уровнем социально-экономического развития. А для ввозимых оборудования и иной продукции, не производимой в республике, предусмотрены таможенные льготы. 45 махалей с тяжелым экономическим положением до 1 января 2026 года смогут воспользоваться не только налоговыми льготами, но и взять кредит в случае организации предприятий-сервиса, и часть процентов будет покрыта за счет фонда развития предпринимательства. Вводится упрощенный порядок передачи бизнесменам пустующих зданий и объектов. При этом при приобретении объекта стоимостью свыше 11 миллиардов сумм, оплата может быть пролонгирована на 5 лет. В 12 районах создается свободноэкономическая зона «Каракалпак-Агро», управление которой передается свободноэкономической зоне «НУКУС». Весь комплекс мер позволит повысить уровень обеспеченности питьевой водой с 61 до 70 процентов, канализации с 14 до 20 процентов. Газовые сети 9 населенных пунктов будут капитально отремонтированы. 240 жилых массивов будут бесперебойно снабжаться газовыми баллонами. Потребление электроэнергии вырастет с 1,5 миллиардов до 2,1 миллиардов киловатт-часов. Охват дошкольным образованием составит 73 процента. Будет построено 7 новых школ. 101 подвергнется реконструкции. За счет возведения и реконструкции 32 объектов здравоохранения объемы приема вырастут на более 20 тысяч, а количество мест доведено до 7 тысяч. 235 многоэтажек на 7 тысяч квартир станут украшением региона. В свою очередь строительство 36 домов на 2086 доступных квартир поможет решить ряд социальных проблем. Число туристов увеличится до 80 тысяч в год, а экспорт туристских услуг составит 45 миллионов долларов. Появившиеся вакансии займут граждане, вошедшие в так называемую «железную тетрадь», в том числе молодежь и женщины. Во время посещения Каракалпакстана 2 октября этого года президент перед каждым министром поставил конкретные задачи по устранению недостатков и решению имеющихся проблем. За каждым из 17 районов был закреплен руководитель республиканского уровня. Перед нашим ведомством была поставлена задача разработать действенные меры по решению вопросов занятости среди молодежи и женщин. Всего на реализацию параграфов постановления потребуется свыше 21 триллиона сумм, и документом обозначены непосредственные источники финансирования. Мы представили очень много цифр, и надо признать, что за каждый из них новый этап развития Каракалпакстана. Развитие всестороннего, полноценного плоды ближайших свершений должны по достоинству оценить жители приорали, для которых постановка вопроса «Когда же вода?» станет совершенно неактуальной. Субтитры создавал DimaTorzok